Привет-привет, друзья! Меня по-прежнему зовут Брэйн, и сегодня у нас, о боже... Фейлмен! Фейлмен на ваших с нами экранчиках! Ну что ж, чувак, который всегда фейлится. Такой себе анти-супергерой, хотя наверняка он думает, что у него всё хорошо, и он помогает людям. Давайте же посмотрим игра, как я понял, от создателей Тролл Фейс Квестов, которые так полюбились публике. Ну что ж, ребята, погнали? Давайте смотреть, что там у нас и как. Должно быть очень интересно. Так. Самая простая картина, да? Чувак возле банка стоит, чтобы снять себе наличку. Ну, а кэша, как мы видим, на экране нет. Что же делать? Я думаю, что в такой ситуации нам должен помочь как раз Фейлмен. Так, ну что ж, надо помочь бедолаге. Давайте искать. Как обычно в Тролл Фейс Квестах мы с вами ищем, чтобы тут нажать, чтобы тыкнуть. А, нам даже показывают. В начале игры можно включить себе отображение подсказок. Либо, наоборот, это дело отключить. Опачки! То есть, Фейлмен проникает в банк, вламывается туда, забирает бабло, потому что в автомате денег нет, и отдает их бедолаге. Бедолага просто в диком ахере. А что происходит? Его забирают копы и сажают в тюрьму. А-за-за. Самый настоящий тролль. Самый, мать его, настоящий, которого только можно придумать на белом свете. Следующая картина у нас заключается в том, что маленькой девочке надо надуть. Я так понимаю, шарик, да? Чудненько. Шарик-то надуть надо. У нас есть баллон, но баллон-то выше. Она крутануть не может, потому что просто маленькая. Что мы можем сделать? Давайте потыкаем, посмотрим. Так. О, отлично. Это ты уверен, что это шарик? Потому что меня немного смущают его размеры. Ну ладно. Так, он надувает его. И следующее действие. Мы должны его дать маленькой девочке, которая нахрен улетела. Ладно. Хорошо, предположим. В этом вся суть фейлмена. Вот такие вот у нас пироги происходят с котятками на экране. Лично мне очень нравится. Она веселее и задорнее, чем троллфейсы. Ну, не считая, конечно, первых двух частей. И какая-то очень оригинальная рисовка здесь. Так, ну что, девушка ждет у нас на остановке, я так понимаю, маршрутку или там что-то. Можно ждать еще автобус. Так, что мы можем сделать? Тут огромная лужа. О, самое неприятное. Кстати, со мной такое тоже бывало в жизни. Ставьте лайк, если такое дерьмо у вас тоже в жизни бывало. Может, не часто, но, как, знаете, говорят, дерьмицо случается. Так, появляется у нас фейлмен. Давай посмотрим, что он может сделать. Господи, моя голова! Похоже, кстати, было чем-то на Бэтмобиль. И он ее туч тупо запачкал повторно. Ну, тем не менее, вот такими фейлами, если в Троллфейсе мы проигрывали, то здесь мы, наоборот, левел комплит у нас. О, Мортал Кумба! Вот смотрите, Сабзара, Сабзара там так написано. А против Лакуна или Ликуда. Ну, Люкан, конечно же, и Сабзира, кто не понял. Так, ну что, Малец играет, видимо, посмотрел, как дядюшка Брейн это дело все проходил. На радостях сидит сейчас, гамает. Хотя геймпад похож на иксбоксовский, хочу заметить. Ой, 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 ой! О, мы проиграли. Ладно. Значит, что-то не то сделали. О, твою мать! Какого хрена, ублюдок, ты пришел и разломал огромную родительскую плазму. По чьям-то получит ребенок. Типа переиграл, да, ведь много играть, как говорят, вредное. Так, ну что, горящее здание, давайте поможем. Пожарники еще не приехали, а вот фейлмен уже прилетел. Тук-так-тук. 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 Так, давай сделаем вот так. Здесь, в принципе, довольно все просто. То есть, не надо искать что-то такого прям заковыристого. То есть, вы можете тыкнуть, если не знаете, что делать, вам игра подскажет. Так, это мы подключили, да? Подожди, можно убрать. И как оно работает? Ой, смотри, как интересно. Тут на злобочу не отыкнул. Начал перетыкивать. И что дальше? Так, это-то мы сделали. А зачем это делать? Так, ногу не нажимая, она не работает. Давай попробуем. Давай попробуем вот так вот. О! Господи Иисусе, ну да, игра же наоборот у нас. То есть, сейчас мы не будем тушить. Мне уже страшно, честно говоря, от того, что должно произойти. Я просто отвернулся нагреть от этого у нас. Это пипец. Это просто вынос, мать его, мозга, друзья мои хорошие. Слушайте, обалденно нарисовано. А стилистика чем-то напоминает... Дон Старф? Очень даже что-то такое вот общее есть. Какие-то, да, черты? Так, у нас тут какие-то монстрилы. Я смотрю, вампир, ведьма и зомбиатина. Зомбиатина. О, ни хрена себе. Вот, вот это был эпический стелс сейчас, да? Как он вписал ей. Давай, опа! Отлично. Это, видимо, все как раз тот Mortal Kombat с пацаном в позапрошлом уровне, да? Я же человек, какого хрена ты творишь? Хэллоуин, друзья мои хорошие. То есть, это были просто переодетые люди, но мы, конечно же, зафейлились. Ну, так вот, это было бы идеально. После каждого такого завершения. Ну что ж, на седьмом уровне у нас какой-то бедуин. Ему надо водицу как-то подать. Там кто-то стоит далекий у нас. А, это наш чувачел. Ты смотри, как интересно. А, я хочу пить. У меня пересохло. Я уже там час, два, три день не пил. Надо придумать, как ему добыть воды. Так, у нас какой-то знак есть. Смотри, что-то на... Твою мать. Подожди. Что, будешь копать, что ли? Да ладно, ты издеваешься? То есть, на знаке была нарисована капелька. То есть, здесь что-то, видимо, добывали. Хотя, что там в песках могут добывать? Да, пить-то хочется. Подожди, может, на бутылку нажать? Не? Вот тут какой-то клапанок. Оно работает, не? О! Господи, мы его впахало. Прямо запихали. Смотри, какая жесть, а. И что? Господи, слушай. Мы накачали его нефтью, походу, да? То есть, это было похоже реально на нефть. А он хотел просто пить. У меня в голове не укладывается та жесть, которую я сейчас вижу. Это жестокая игра. Шестокая фейловая игрушка. Так, ну что ж. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Чуваку надо позвонить, я так понимаю, да? Но заряд у него находится практически на нуле. То есть, или уже сел, да? Он злится, у него переполняет гнев. Надо как-то подзарядиться. Я вижу столб электропередач у нас здесь, да? Электрический. Какая-то деревушка. То есть, он, видимо, тут заблудился или потерялся. Может, с машины что? Так, что делать? Вау! Твою мать! Фэйлмэн тут как тут. Черт, что сейчас будет-то? Оу! Твою ж налево. Так, и что, телефон заберем? Отлично. Главное, главное же. Проблема-то была в телефоне. Вот, пожалуйста, телефон подзарядили. Все нормально. Никаких вопросов, никаких проблем. Ну что ж. Время ограбления. Это вам не Payday, конечно. Это не GTA Online Haste. А Haste. Угу. Хорошо, хоть не Hairs. Так, давай. Так. Он смотрит, пытается ломиком это дело выломать. Но тебе, мне кажется, вдруг, надо было бы отмычка для этого дела. Что у нас тут? А, нам показывают. Нажми. Сюда. Давай нажмем. Вау! Это мы ему таким образом помогли, чтобы он, видимо, долго не ломал входную дверь. Вау! Ни хрена себе, ему реально страшно. Хотя, увидеть такого вот в трико обтягивающих супер такого героя, я бы тоже очканул, наверное. Ха-ха-ха-ха. А весь подвох получался... Получается именно в том, что это были просто съемки. Твою мать. Ну кто же знал, кто же знал. Так, надо спасти несчастного котику. Давайте поможем ему. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как-то так. Так, бабулька переживает. Здесь есть какая-то коробка. Она прям в глаза бросается. А-а-а... Надо срочно что-то делать. Так, мы уже здесь. Ты у нас не кликабелен. Давай попробуем на эту коробку. В коробке бензопила. Мне страшно предположить, как бензопила может помочь спасению котенка. Ты что, рубить дерево будешь? Серьезно? Оу! Ха-ха-ха-ха. I'm a fail man. Детка, да? О, такое приятное чувство. Ну что ж, давай попробуем. Такс. А что-то не открывается. Знаете, такое дерьмо случается. Иногда под рукой не оказывается штопора. Или пробка там как-то застревает. И ты не знаешь, что уже делать. Как открыть-то? Главное не трусить, потому что вообще жесть будет. Так, красавица. Ну я тебе, конечно, сечки понажимаю. А-а-а. Сюда надо нажать. Серьезно? Там как раз у нас буква F. Ну, естественно, fail man. О, это вот я только что сказал, что не надо было так делать. Зачем ты потрусил? Э-э, девчонка, я не хочу этого делать. Я не хочу стрелять ей в глаз. Э-э, теперь же синяк будет. Твою мать. Ну, зато подъебнули. Знатненько тогда. Так, девчонка маленькая у нас плачет. Уронила в речку. Конечно же не мячик, да? Она уронила в речку, я так понимаю, свою куклу. Ну что, давайте нажмем. Работает оно? Так, нажимаем на девочку. Тут же появляется fail man. И еще и то нам делать дальше. Что тут лежит такое? Так, это походу, знаете, как раньше. Я в детстве тоже так брал трубочки обычные. И одну в одну делал, чтобы получалась такая, знаете, практически такая длинная. Сантиметров 30-40 трубочка. Ты хочешь высосать эту воду? Ты серьезно? Ха-ха-ха-ха-ха-ха, твою мать. Там какие-то рыбы, я смотрю. Твою мать, хорошо, хоть утопленника не было. Сюда шли стоки, что самое интересное, да? Вся эта грязь, отходы. Вот, пожалуйста. Пипец какой, да? То есть плевать, что у нас умерли представители местной флоры и фауны. Рыба у нас сейчас подохнет. Главное, чтобы помогли девочке и вернули ей куклу. Чудесно. Кря-кря-кря. Ну что ж. Воу. Воу-воу-воу. Твою мать. Вот, это было херово. Это было реально лажево. Что нам делать? Маутят нажимать. Воу, серьезно? То есть люди попадут в... Блядь. Не успел. Давай еще раз. То есть наша задача, чтобы уточка с утенком нормально перешли дорогу. Воу-воу-воу. Плевать, что люди там разобьются. Воу. Нихри. Наш себе. Господи, я же нажимал на тебя. Я почему-то не сделал это. Да, конечно, здесь перебегать дорогу нельзя. Это мы всех прекрасно знаем. Ну что ж поделать? Животные, знаете, часто попадают. Слушайте, походу нас на этом уровне решили просто тупо затроллировать. Я нажимаю на эту гребаную машину, но она не останавливается. Давай еще раз. Готово. 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 Мне жалко этих утят, серьезно. Мне жалко утят, и я не могу понять эту игру. Я же вроде все правильно делаю. Останавливай давай. Готово. Остановил, молодец. И последняя машина у нас. Ну машина... Ну я ж нажал, твою же мать. Сейчас должна быть у нас последняя машина. О, отлично. Фух. Не знаю, вроде удавалось на нее нажимать. Может, игра что-то не воспринимала. Но, тем не менее, мы с вами движемся дальше. Так. Поехали. Как интересно-то у нас, да? Чувак сидит за компьютером, что-то пытается найти, да? В командной строке что-то вбить. Так. Ага, он переходит на сайт разработчиков. Замечательно. Но этого, видимо, допустить нельзя. Я так понимаю, да? Может, выключить? У нас с тролл-улоником... Я помню, можно было выключать. А, нам показано нажать на F. Я понял. Сейчас нажмем. Давай. Прибегает наш дружбан. И что-то ему там пишут. И у нас 404-я ошибка. Замечательно. Таким вот простым у нас образом это все проходит. Так, поехали дальше. Какая романтика. Романтично. Романтика переполняет мое сердце. Я тоже хочу так. Давай покатаем их. Это же пипец, как романтично. Давай еще раз немножко. Вот так, давай. Боже, ты же мой. Ха-ха-ха. Да, вот так вот неудачные свидания тоже бывают. Окей, да. Так, фэшн-бутик у нас здесь. Распродажи. Там, по-моему, 30% на заднем фоне. Алло, алло, алло. У нас тут слева написано. Так. Тут у нас есть дверка. Есть чувак, который, видимо, пришел на свидание. Может быть, это его первое свидание в жизни. Непонятно. Он ждет, нервничает. Что нам делать? Давайте. А, вот, буква F. Фэшн. Вот. Я уже вижу везде еще эту букву F. А, прибегает наш чувак. Переодевается какой-то прекрасный. Боже, волосатые ноги. Да, чуваку это явно не нравится. Девчонка его... А, это он не на свидание. Ну да, свидание. То есть, девчонка его уличила в том, что он, походу, изменяет с другой. И вот такая вот у нас жопа. Ну, на то он и фейлмен, что все подставлять везде. Так, что тут у нас? Ой, 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 ой. Постой, постой, постой. Твою мать. Так, надо понять, что нам тут делать. То есть, чувак у нас бежит за автобусом. Он не успевает. Никто не останавливается. То есть, надо как-то его затормозить, чтобы он остановился, да? Или успел забраться. Не знаю. Может, как-то держать, учитывая, что это Troll Face похожая игра. Может, я могу... Нет, удержать не получается. Так, давайте второй вариант. Надо найти знак фейлмена. То есть, чтобы он появился на этом уровне у нас. Какой-то должен быть значок. Так, тут вроде чисто. Воу. Что, на колесо нажать? А, твою ж налево, да. Смотри, можно было сделать проще. То есть, мы... Мы просто взяли, продули ему шину. Теперь он нихера никуда не уедет. То есть, мало того, что чувак никуда не уедет. Люди все стоять будут. И автобус тоже будет стоять. Браво, друзья, браво. По-другому я бы не назвал-то. Воу, 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 воу. Они пинают какого-то лалку. Давайте посмотрим, что нам тут делать. Эээ, да, прописал ему. Джастин... Джастин Бивер. То есть, получается, не Джастин Бивер, да? У нас Джастин Бивер. То есть, Бобер Джастин. Замечательно. Гуяк. Провисали. Тем, кто бил этого Джастина Бивера. Ни хрена себе. Обычно у такой звезды должна быть своя охрана. Там целое полчища. Ммм. Бедолага, а что с тобой происходит? Это же Джастин Бивер. Отлично. Прописал ему подзатыльник. И тот нахрен улетел. Так, у чувака поломалась тачка. Ему срочно надо поймать попутку. Ну что ж. Что ты у нас делаешь? Я нажал на твой портфель, а ты отвернулся почему-то. Зачем? А, смотри. Так, фейлмен должен помочь ему. Ну что ж, давай попробуем. Прекрасно. Машинка, знаете, чем-то похожа на творение из машинариума. Кто играл? Я уже рассказывал про эту игрушку. Вау. То есть, мы ему починили машину. Сделали из нормальной тачки, у которой там какая-то совсем простецкая проблема была. А мы сделали вот такой драндулет. Чудненько, чувак, давай. Напоминает, знаете, сооружение из Южного парка, где им в рот вставляли. Ну вы поняли, не буду рассказывать. Так. Подожди, что у нас происходит? Затмение! Затмение! Что делать? Что нам делать, твою мать? А, вижу, 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 вижу. Ракета. Полетели, полетели, друг мой! У-ху! А зачем? Люди, наоборот, ждут это затмение. Там ждать надо много-много лет. Оно бывает... Не везде его еще и видно. Так. То есть, мы на ракете отправились к Луне. И нахрен ее взорвали. Моя жизнь никогда не станет прежней. Да, эпик, мать его, фейл. Это просто не поддается никакой логике. Серьезно, если логики не было и был полный абсурд у нас в троллфейс играх, то здесь это просто какой-то пипец. Ну что, друзья, мы с вами прошли. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить пальцы вверх и, конечно же, подписываться на канал, если не хотите в своей жизни встретить фейлмена. С вами был Брейн. Всего хорошего. Пока-пока.